С вами я, епископ Альберт Радкин, наш канал «Взгляд с небесный». И сегодня уже хочется сказать по обыкновению у нас в гостях Роман Николаевич Лункин, доктор политических наук. Роман Николаевич, приветствую. Добрый день, приветствую вас. Я действительно уже не первый раз, далеко не первый раз. Я очень рад быть на вашем канале. ... цифрах, которые так бы дорожат сознание всех людей. Люди вообще прикованы к этой магии какой-то, да? И вот я нашел в службе в ЦИОМ так называемый социодиггер, который касается религиозных вопросов. Посмотрел, о чем это. И я был удивлен, что вы составляете этот дайджест, или как это назвать, этот диггер, и вы участвуете там. Откуда у вас столько времени? Я не представляю. Где вас только не найдешь? В каких этапах? Ну, дело в том, что действительно этим летом мне поступило предложение от ЦИОМа, чтобы сделать отдельный выпуск социодиггера, такой электронный и печатный журнал, который издает большое социологическое агентство в ЦИОМ, и посвятить его каким-то образом религии. И, соответственно, мы назвали это религиозный активизм. Я на это согласился, прежде всего, потому что это моя тема, и это больше всего отвечает профилю моих исследований. Это социология религии. Как бы кто, если не я? Давайте тогда сегодня о социологии религии поговорим. Это очень интересная тема, потому что одно дело, мы как религиозные люди можем себя видеть в своих глазах в таких цифрах, а наука, социология, она безжалостная. Она фиксирует то, что есть на самом деле, как бы мы себе религиозные лидеры не придумывали. Наши отношения по разным вопросам. Ну, ведь так же, да? Действительно, вы правильно сказали по поводу магии цифр. Вместе с моим коллегой Сергеем Филатовым уже 15 лет назад мы написали первую статью про статистику религиозной жизни России в 2006 году, и называлась она «Статистика российской религиозности. Магия цифр и неоднозначная реальность». Мы там тоже придумали вот эту магию цифр. Потому что действительно магия цифр тут, потому что в разных плоскостях, если смотришь на религиозную жизнь, то возникают совершенно разные цифры. и разные, качественно как бы разные, которые на несколько порядков различаются друг от друга. И что из них является реальностью, это может, конечно, понять только социолог. Обычного человека, потребителя таких опросов массовых, эти цифры могут даже испугать. Не только простых, знаете, глубинных верующих, но и руководителей, и лидеров религиозных организаций. Мне сегодня программу нашу не хотелось бы узко закольцевать только на протестантах. Вот прошлый наш выпуск, очень хороший по соборности, где вы рассказали, в том числе и для протестантского нашего сообщества, о соборности в православной церкви, в католической церкви и вообще в мировом протестантизме. Очень важная программа была. Надеюсь, что и сегодня мы поговорим тоже о цифрах в общем, в общих христианских таких исследованиях, которые вы проводите. Ну, что расскажете вот у нас по России? Вот если брать не только христианство, но и все религии, вот давайте какую-то такую общую какую-то оценку дадим, ну, не знаю, в процентном отношении верующих, неверующих, христиан, мусульман, буддистов. Это связано с регионами или сейчас это все меняется, все перемешивается? Действительно, вопрос, который касается статистики, они какие-то магические сами по себе, потому что оказалось, что вот и наша статья про статистику религиозной жизни, она самая цитируемая, ее можно найти в интернете, вот та, которую мы издавали 15 лет назад. Я могу сказать, что как бы в основном цифры остались те же самые, вот те, которые мы исследовали еще в 2006 году. И эта тема очень популярная и всеми обсуждаемая. Прежде всего перейти к самим цифрам, надо просто сделать такой, как сейчас модно говорить, дисклеймер. То есть рассказать, в каком контексте эти цифры варятся. Прежде всего, статистика, почему она так важна? Потому что она для обывателя, для представителей власти отражает роль разных религиозных организаций в обществе. Потому что на это можно сослаться и показать, что вот у вас такое-то количество верующих, такое-то количество общин. Статистика имеет политическое значение для самих религиозных лидеров, потому что они используют статистику для того, чтобы подчеркнуть свой политический, социально-общественный вес в государстве. И именно поэтому эти вопросы, они вызывают массу споров. К примеру, сейчас ведь тоже развернулась такая полемика в социальных сетях, как и раньше, по поводу того, включать ли пункты вероисповедания в всероссийскую перепись населения. Мой вопрос. Я хотел спросить тоже на эту тему, потому что стартовала перепись населения. Мы, кстати, рекомендуем всем поучаствовать в этом. Это наша страна, мы здесь живем, мы российский народ. И очень хотелось бы знать реальность, кто мы, кто мы эти россияне, во что мы верим, как мы живем, какое... Ну, все хотелось бы знать. Да, перепись населения – это достаточно важная вещь. Я тоже призываю мне принять участие граждан России. И вот этот вопрос по поводу вероисповедания не подключен в анкету переписи по разным причинам. И прежде всего, потому что слишком неоднозначно, как бы, интерпретация... Будет интерпретация данных, если такие данные будут получены. Хотя для социологов, для ученых, для представителей власти эти данные могли быть очень интересными и могли бы много сказать об общественной роли религии. Да, Роман, на ваш взгляд, если вы говорите и научное сообщество, и власти хотят, а с другой стороны, власти не захотели включать это. Мне кажется, даже религиозные организации побаиваются этих данных. Да, сами религиозные организации не очень хотят включать вот эти пункты в перепись населения, в самый массовый опрос, потому что более массовые опросы. Социологические центры тоже проводят опросы по не очень большой выборке. А здесь был бы действительно такой срез, что ли, всего населения. Но проблема, опять же, такая, общественно-политическая. Есть и объективные данные, которые говорят о том, что действительно не совсем понятно будет, как интерпретировать, если кого-то будет меньше, а кого-то больше. Это самый главный вопрос. Что православных может оказаться там немного меньше, чем хотелось бы, мусульманам немного больше, чем хотелось бы кому-то и так далее. Там протестантов может оказаться в целом, я думаю, что будет ожидаемая цифра по России, но в некоторых регионах их может быть больше, чем таких активных прихожан православных. И вообще больше, чем ожидали, например, власти того или иного региона. Поэтому тут, я думаю, что решили отказаться от этого, чтобы не возникало потом вот таких споров по пункту того, много это или мало устраивает это религиозных лидеров, но устраивает то, что вот люди именно так обозначили свою самоидентификацию. Так что вот именно по этому не включили, чтобы потом не возникало споров и конфликтов вокруг понимания этих цифр. Но предваряя вот самого социологии религии, я бы хотел для людей непосвященно сказать, что есть вот такие три уровня, которые исследуют социологии. Это религиозная самоидентификация, когда спрашивают, являетесь ли вы православным, мусульманином, иудеем, или буддистом, или протестантом. Это второй уровень, это уровень как бы этнической идентификации, когда по своей национальности кто-либо относит себя к определенной религиозной традиции. И часто бывает, что и православные, и исландские деятели тоже в целом представители всех православных или исламских народов относят к потенциальным верующим своей религии, своей конфессии. И третий – это практикующие верующие, которых сложнее всего в этих опросах поймать. Как вот говорил социолог и политолог Дмитрий Фурман, который много книг и статьи написал по поводу современной религиозности, что глубина религиозности, она зависит от того, сколько социолог задал вопросов. То есть по мере задавания вопросов уровень практической религиозности будет падать, и количество истинно верующих будет уменьшаться. Зависит от того, сколько вопросов вы зададите по поводу воскресенья, второго пришествия, бессмертия души и других вопросов, которые касаются и маловек. Возвращаясь к циомовскому этому вестнику, я удивлен, конечно, вы сейчас сказали, что он в печатном виде также издается. Наверное, где-то заказать можно его? По крайней мере, это можно уже прочитать в электронном виде, но в целом обещал также издать социодиггер в конце года в печатном виде. Надеюсь, что в печатном виде это тоже может появиться. Вы сейчас недавно только вернулись из Италии, где были на очень высоком представительском форуме G20 по религиозному вопросу. Поэтому роль религии в современной мировой практике, в мировой жизни возрастает, я так понимаю. Религиозный фактор очень важный, влиятельный в повестке, если уж G20 взяла это туда на вооружение. И я посмотрел сейчас все статьи, я бегло пробежал, я только нашел это, вообще удивительно прочитаю. И пробежал только статьи, которые написаны, в том числе и многими религиозными лидерами. И все касаются в той или иной мере политики. Политический взгляд религии, государства и общества. И исламские доклады здесь представлены, и старообрядцы, и православные. Протестантов еще не нашел я там. Но я был очень удивлен, что как близок вопрос религии и политики сегодня стоит, в том числе и перед нашим государством. Да, да, да. Вот именно вот эти все, комплекс этих вопросов занимал меня, когда я занимался подготовкой вот этого выпуска. Тут некоторые там направления, некоторые идейные линии, в общем, не представлены в силу нехватки времени. Я честно признаю, что я предлагал нескольким протестантским деятелям написать такую небольшую статью или комментарий для религиозного активизма, но не получил как бы ответа, вот, не получил такого согласия, значит, написать. И действительно оказалось, это довольно большая проблема, чтобы кто-то написал более-менее такой сбалансированный, не научил, но хотя бы публицистический текст вот из числотек, которые предоставлены в этот социодиггер были. Правильным людям предлагайте, мы напишем. Да, хорошо, хорошо, я это буду иметь в виду. И здесь я хотел бы вот прорекламировать из этого выпуска совершенно удивительную статью, значит, Анастасии Каскелла про идейные политические направления в рамках православия, потом о проблемах православия, частично как бы пересекающиеся по выводам статьи Сергея Филатова и Алексея Макаркина, политолога. Сергей Филатов – это как раз вот мой коллега социолог религии. И выводы, которые они делают по поводу роли церкви в обществе, по поводу молодежи. Давайте расскажите немножко. Вот приходской жизни, там по поводу общинной жизни очень хорошо написал Сергей Чепнин, вот руководитель проекта «Дары» и издателя «Монаха Дары». И такой сейчас, можно сказать, православный диссидент, который критикует нашу иерархию периодически. Вот замечательная статья о том, как он представляет будущее церковной общины, исходя из тех проблем, которые есть сейчас. И я вот здесь хотел бы отдельно подчеркнуть, что практически все то, что касается православия, оно напрямую относится и к другим христианским конфессиям, да и к другим религиям. Соглашусь, действительно. Да. У мусульман тоже, в общем, такие проблемы, такие же проблемы. Это связано, безусловно, с тем, как церковные структуры видят себя в обществе, как они относятся к новому поколению духовенства, как развивают вот эту общинную деятельность. Как бы здесь тоже есть проблема во всех конфессиях, во всех религиях с этим, с тем, что растет молодое поколение и молодое поколение духовенства, бурно развивается общинная жизнь. И мне кажется, что как бы иерархия, она не всегда может к этому процессу приспособиться адекватно. И, кроме того, это вот само по себе религиозное мировоззрение. Здесь вот Алексей Макаркин в своей статье очень четко вот об этом говорит, что главным противоречием может быть и сейчас, и в будущем, в том, что мировоззрение молодого поколения, его моральные принципы, они совершенно как бы противоположны церковным, библейским. То есть действительно разрушено представление о семье, о браке. Там большинство скорее поддерживает даже аборты. И хотя церковь в этом отношении и сейчас сохраняет, и сохранит именно консервативную библейскую позицию. Это касается и православных, и протестантов, и католиков в нашей стране. Именно поэтому делаются иногда достаточно такие пессимистические выводы по поводу того, что есть определенный потолок, что ли, увеличение таких активных верующих в разных религиозных общинах. Но действительно, вот скорее всего, такой потолок существует, безусловно. Но это не значит, что там верующих в нашем обществе вообще будет меньше. Мое мнение, оно состоит в том, что все-таки число активных прихожан растет и постепенно будет расти в разных конфессиях, и православия в том числе. Но при этом вот такое представление просто символическое о сакральности православия, вот в принципе, оно будет как бы немного снижаться. Именно поэтому вот цифры в ЦИОМа, они показывают, что там был пик где-то в 17-м году. Там 75% людей считали себя православными, принадлежащими к православию, а в 21-м уже 66%. То есть такое падение как бы на 10%, что, как говорят, поссорило в ЦУ и РПЦ. Хотя, в общем, это не такой значительный падение. Все равно где-то вот около 70% людей, которые говорят, что они православные, остается. При этом вот опросы показывают 6-7% населения. Это мусульмане, те, которые относят себя к исламу. И вот католики около 1%, протестанты около 1%. Растет количество тех людей, которые верующие, но не относят себя к конкретной конфессии. Таких вот 4-5%. Вот по мусульманам очень удивили цифры. Мы же с вами были на круглом столе «Право на молитву», где представители трех муфтиятов говорили о том, что к 30-му году они рассчитывают чуть ли не на треть населения России, до 50 миллионов вырастет население исламское. И один, и второй, и третий. Это отдельная тема, потому что есть определенное представление у самих религиозных лидеров, как и чтобы развиваться. А есть, как вы говорите, такая жестокая социологическая статистика, цифры социологов. Поэтому здесь это просто несколько разные такие плоскости. Помимо этого, чтобы с общей статистикой создать общую картину, вот есть вот эти опросы по тому, кто на кем себя считает. И, кроме того, в рамках социологии я также привел данные Министерства юстиции, которые сейчас можно выудить как бы на информационном портале НКО Минюста по регистрации религиозных организаций. У нас постепенно растет число зарегистрированных религиозных организаций. И сейчас это примерно 32 тысячи объединений, которые зарегистрированы. При этом растет как бы унификация вот этого религиозного поля, потому что практически там 20 тысяч, уже скоро будет 20 тысяч объединений, это православные из 32. То есть получается, что перекос просто как бы огромный. Ну, с одной стороны, это естественно, поскольку все-таки православные составляют большинство. С другой стороны, это связано и с административными такими реформами патриарха Кирилла, который и увеличил количество епархий, епископов, и, естественно, стало резко расти количество вот самих как бы приходов. Ну, вот я же, например, в нашей Калужской области могу вам сказать, что из одной епархии Калужской, да, там сделали метрополию, три епархии теперь. Значит, из одного юрлица получилось четыре юрлица дополнительных. Да, то есть это в том числе с этим связано, поэтому это не всегда говорит о том, что резко увеличилось количество как бы православных общин. Вот иногда их количество увеличивается, действительно, это видно по полевым исследованиям, по нашим поездкам, но не так значительно, как вот рост зарегистрированных организаций. Помимо этого, еще на протяжении последних лет пяти и десяти лет есть, подтверждается определенная тенденция роста числа зарегистрированных организаций мусульман. И, конечно, вот такой рост, он более взрывной на Северном Кавказе, по Волжье, в Татарстане, то есть в мусульманских регионах, в Башкортостане. Но и в других, как бы, условно российских регионах тоже есть вот рост регистрации мусульманских организаций общины. При этом число протестантских организаций по сравнению, насколько я помню, тогда публиковались еще вот списки регистрации Минюста, по сравнению с серединой 2000-х годов, число протестантских организаций даже снизилось. Вы сейчас говорите о данных только зарегистрированных МРО, скажем так, местных религиозных организаций, или вы учитываете здесь тоже религиозные группы? Регистрации, когда говорите? Нет, дело в том, что портал НКО Минюст РФ, он предоставляет данные только о зарегистрированных организациях. А религиозные группы, они выдавляют, но по-прежнему они не считаются ведь зарегистрированными организацией, поэтому это без учета религиозных групп. А в связи с принятием закона Яровой о регулировании миссионерской активности и так далее, я думаю, что достаточно большое количество церквей, особенно евангелистов, перешли к религиозным группам и вообще ушли в домашние группы. Вот с этим связано то, что действительно произошло такое падение числа организаций. Ну, по крайней мере, баптисты, там некоторые баптистские пасторы мне прямо говорили о том, что они уже даже ликвидируют там некоторые церкви, потому что боятся проверок, нет там бухгалтера-юриста для того, чтобы за ними следить. Да еще и лишний раз могут прийти с полицией или местной власти, ну, кто угодно. По крайней мере, есть вот такой страх. Поэтому там если в середине 2000-х годов было там больше тысячи, по крайней мере уж точно, баптистских организаций, то теперь там в списке Минюста, но это на начало сентября я смотрел этого года, 863 баптистских организаций, 540 адвентистов, 516 евангельские христиане и по-прежнему больше всего пятидесятника, 1953 организации ХВИ. Это в трех союзах, даже больше их сейчас на социалках есть. Ну, это всех, это безотносительно. Я как-то вот когда стал работать с этим порталом Минюста, я как бы свою методику разработал по поводу того, как искать вот в этом общем списке представителей разных конфессий. Ну, соответственно, там 209 – это лютера, всех направлений, 209. 186 – пресвятыриане, 81 – методисты, 8 – реформаты, 15 – мессианские общины, 40 – новоапостольская церковь, 24 – церкви полного Евангелия, ну, это тоже пятидесятники, но просто там по названию вот отличается. Значит, 23 единственники, которые отрицают Святую Троицу. Это христиане, да, христиане в духе апостолов, вот, и так далее. Получается, смотрите, на вскидку это почти 650 организаций. Где-то так, я вот слушаю ваши цифры, 600-650, а 1900, ну, это треть вычитается, 1200 остается тогда на три союза, нерегистрированные РЦХВЕ и РОСХВЕ. Нет, это не в том числе, это как бы плюс к 1953 организации пятидесятников. Да, то есть это как бы еще плюс. Пятидесятники, вот эти 1953 организации, это только те, которые просто обозначили себя как христиане верой в ангельской пятидесятнике. Вот так. Просто там вот в рамках вот этого списка Минюста вот лучше искать именно по конкретным названиям. И, к примеру, к иудаизму относятся 233 общины, 290 буддистов, 50 мормоны, 43 шаманских организаций. Вот из разных регионов России 21 организация, это марийская традиционная религия. Там в нескольких регионах России тоже язычники, это, наверное, национальное язычество. 75 общества сознания Кришны. И 2, вот две организации взрастризм. Так что хоть какие-то такие, в общем, ну, уникальные и причудливые организации и движения у нас остались. Вот, поскольку сейчас это действительно большая редкость. В начале 2000-х годов, когда я приходил в управление Минюста в разных регионах России, в том числе вот и когда у вас в Калуге был, или 20 назад, то тогда там были такие списки религиозных организаций, написано от руки, и там были духовный центр такой-то, там какое-то мистическое космическое братство, там кого-то. То есть было с десяток разных направлений, которые сейчас, конечно, часть исчезла, а часть, в общем, ушла куда-то в социальные сети. Поскольку и сам по себе список Минюста тоже был значительно в этом отношении подчищен для того, чтобы соответствовать, что ли, списку исторических традиционных религий. Так, отойду немножко от темы. Сзади вас карта, и хотелось бы вернуться к карте России. Я знаю, что вы тоже слышали недавно доклад, доклад, и где-то напечатано было, министра обороны Сергея Шойгу нашего, о том, что он предлагает 6 городов-миллионников построить в Сибири. Как вы думаете, вот эта программа, это просто, ну, я не знаю даже, как сказать, отвлечение перед выборами было, его заявление? Или все-таки наше российское правительство раздумывает над тем, чтобы разгрузить Москву-Питер, вот эти агломерации, и создать новые города? В связи с этим вопрос, если это серьезно, ну, все-таки взгляд политический нашего руководства страны, будут ли они учитывать религиозный фактор при заселении этих городов? Я немножко, знаете, как бы соотношу это к Проханову, к тому городу Солнца, или как он называется, Евангельск, вы знаете, да. Может быть, какие-то 6 городов они сделают там, Мусульманск сделают, знаете, или Исламск. Я уже так иронизирую, но что вы думаете по этому поводу? Будет ли это все учитано? Ну, вот сама по себе инициатива, она действительно основана на такой вот нашей государственной политике, и, прежде всего, она связана с стремлением как-то развивать Сибирь и Дальний Восток, который до сих пор является такой наполовину опустошенной территорией и такой изъявящей дырой на карте России с отдельными точками, где у нас есть там национальные республики, субъекты федерации, где добывают нефть, газ, алмазы и так далее, с отдельными точками. То есть идея, я думаю, что она основана на вот очень благой цели, к образованию в целом довольно большой территории России, которая до сих пор, вот эта цель к образованию Сибири и Дальнего Востока, она уже ведь ставилась в конце 19 века, начале 20 века, там крестьянство отправлялось вот туда, в Сибирь, на Дальний Восток, давали землю, сейчас дают вот эти Дальневосточные гектары, но при этом, в общем, проблемы остаются. Возможно ли это? Ну, вот в таком виде, скорее всего, с созданием там нескольких таких огромных городов, наверное, все-таки это слишком такой грандиозный проект. Хотя у нас вот последние 20 лет Россия и развивается при президенте Путине именно с помощью таких больших, огромных, там триллионных стратегических проектов. И эти проекты... Сознащите, весь мир так и развивает. Там Олимпиады, Москвы... Да, весь мир так и развивается. Есть что-то огромное, огромный проект какой-то, он движется, он как локомотив сразу включает в себя экономику, политику, развитие большое, мощное, молодежные инициативы. Да, это как раз тоже один из способов, который используется не только в России, безусловно, но в России практически вот только этот способ и действует часто, потому что маленькие проекты, они где-то вот как в болоте, в бюрократическом болоте тонут. Все это как бы разворовывается, куда-то пропадает. Большой стратегический проект, на который вот обычно президент Путин назначает своих доверительных людей, которым он доверяет, они действительно работают, потому что находятся под определенным контролем сверху. И только так это работает, к большому сожалению. Конфессиональный какой-то религиозный вот такой признак, я думаю, что будет отключен при формировании вот этих проектов, потому что в любом случае у нас как бы вот боятся как-то использовать вот этот религиозный фактор, прежде всего, и не знают, что с этим религиозным фактором делать, это во-первых. Во-вторых, все-таки как бы религиозная мотивация, она в данном случае ставит вопрос о том, а вот, ну, хорошо, вы ей вот отдадите, даже не город, но какой-нибудь там район, вот, православный, да, у них будет... Кстати, была такая корпорация строительная, которая делала такие проекты, значит, жилых массивов, а внутри уже был храм, воскресная школа, то есть вся такая инфраструктура, это там было православное руководство в этой строительной компании. Успешный был проект или провалился в итоге? В итоге, насколько я знаю, в Московской области были построены вот такие жилые массивы, и в таком, как бы, в отдельном локальном варианте это работает. Встанет вопрос, а что делать с другими конфессиями, с другими религиями? Как, вот, насколько мусульманам нужно предоставлять или нет, потому что этот вопрос всегда встает. А вот буддистам, ну, вот католикам, протестантам, представителям мудаизма, что? А если кто-то из них не может построить город, и даже город им не нужен, что им тогда нужно? Вот эти все вопросы у нас просто на разных уровнях власти просто не хотят и не умеют обсуждать. Поэтому здесь возникают очень большие проблемы уже на уровне строительства даже самих культовых зданий, церквей и тех проектов, которые есть в разных регионах, подобных московскому проекту «200 храмов». Потому что вот такие проекты, они есть уже фактически в каждом, в каждой столице субъекта федерации в России. Но почему-то как-то не доходит сознание до того, что прежде чем приступать к такого рода проектам, нужно наладить диалог с обществом и диалог с религиозными организациями. С морбидной со всеми 100% религиозных организаций здесь я тоже как бы против того, чтобы перегибать палку и всем предоставлять там равные возможности. Такое тоже невозможно в жизни. Это надо признать. Но хотя бы с более-менее широким кругом религиозных организаций. Без такого диалога всегда будут возникать конфликты. Это тоже социологический закон определенный. Но вот, кстати, может быть, я завершаю вот эту социологическую тему. Один из опросов, который упомянут в социодигере, это результаты приведены в моей заглавной статье. Это как раз тот опрос, который мы заказывали специально у ВЦИОМа для вот этого номера журнала «Социодигер». Это по поводу того, кто и как приветствуете ли вы использование религиозной мотивации, символов, идей в деятельности политиков, партии, политические движения, а также в социальной работе, там и в бизнесе. Ну, в бизнесе никто не хочет использовать религиозные символы, идеи. В деятельности политиков, вот самый такой политизированный вопрос, одобряют аж 10%. Я думаю, что будет меньше. Но 10% опрошенных просто людей, они одобряют как бы религиозные идеи в политике. Вот это намного больше, чем число вот таких активных прихожан, которые обычно появляются в социологических опросах. И 41% одобряют такую религиозную мотивацию, идеи в облаготворительную социальную деятельность. Но это более понятно. Самыми такими политизированными оказались, угадайте, кто? Две, значит, две группы. Это ислам, мусульмане и протестанты. Протестанты, которые говорят, не лезь в политику, грязное дело. И вдруг они оказались самым политизированным. Ну, протестантов, мне кажется, в большей степени возникает, что ли, такой парадокс сознания, когда им говорят, что не лезьте в политику. Потому что всю сознательную жизнь для российского протестанта образцом была американская политическая жизнь и лютеранские деятели, которые сами там создавали государство. И тут им вдруг говорят о том, что вот сюда лучше не лезть. А с другой стороны говорят о том, что, вы знаете, протестанты ведь построили справедливые государства и политические системы в разных странах мира, которые приносят процветание. И когда им говорят, что не лезьте, возникает какой-то диссонанс. Согласен. Вот, у протестантов это связано с этим. А у мусульман это связано с тем, что мусульмане как бы при всей своей мощи и действительно большом количестве верующих и коренных жителей России, приезжих, они как бы недопредставлены в публичной сфере. Им этого вообще не хватает. Просто исходя из того, что качественно, конечно, их больше, чем протестантов, католиков вместе взятых в несколько раз. Вот, поэтому здесь есть вот такая политическая жажда, что ли, социально-политической жизни и обсуждения насущных проблем. Вот, у православных это тоже есть, но у православных больше все-таки каналов, инструментов, чтобы эту жажду утолить. И все сейчас в православной церкви высказываются все, кто хочет на любые темы. Вообще запретных тем нет православия. Оказалось, что запретные темы могут быть в других организациях, в других конфессиях. В этом отношении я всегда, теперь я делаю акцент на том, что парадокс заключается в том, что в начале 2000-х годов протестантов ожидали больше всего политической активности, но она, в общем, не последовала. Вот православных ожидает и сейчас тоже больше приверженности государственным принципам, чему-то такому. А православие оказывается более демократично, чем все остальные. Одна ремарочка по поводу бизнеса. Вы сказали, что вообще не ожидается ничего. Но знаете, вот смотришь на мусульманский бизнес, я скажу, скажем так, о продуктовой корзине. Очень много, вот я наблюдал, даже сейчас в своей семье, у моей жены тоже, когда идем в магазин, вы знаете, что сейчас очень много во всех магазинах представлена продукция халяль. Там есть знак свой. Ну, как-то даже вот первый знак был у евреев, скажем так, да, когда кошер они ставили, раввин одобрял все где-то. И сегодня очень многие покупатели в магазинах смотрят, есть ли халяль или нет. Если халяль, то это значит и курица, так сказать, там, или другое мясо, это значит очень хорошего качества. И другие продукты их. Все, где стоит значок халяль, то есть вот у населения, я наблюдал со стороны, у людей в магазинах просто больше доверия, что это чистое, что это там без химии, без нитратов. Никто, правда, не знает. Но вот почему-то вот так это действует на наше сознание, что если есть это, то это значит чистое, хорошее можно есть. Значит, одобрено религиозным сообществом. Да, я, кстати, тоже покупал вот такую курицу халяль. И, в общем, достаточно там нормально, хорошо, все вкусно. Вы прямо вот угадали. Вы прямо угадали, потому что здесь в вопросе о том, одобряете ли вы использование вот таких религиозных идей в бизнесе, среди православных 9% одобряют. Среди протестантов там 14% одобряют использование бизнеса. Ну, потому что протестанты, в принципе, тоже склонны к тому, чтобы мотивировать бизнес там разными богословскими концепциями. Но среди мусульман 23% готовы в бизнесе использовать свое религиозное мировоззрение. Это очень большой процент. Да, не только готовы, используют везде. Да, и уже используют, да. Поэтому здесь вот этот религиозный активизм, но здесь, конечно, более подробно объясняется, что это такое, раскладывается вот этот опрос. Но, по сути, выявилось очень большое, ну, больше, чем ожидалось, по крайней мере, процент религиозных активистов, те, которые готовы к религиозной такой мотивации, к использованию, в обсуждении разных социальных проблем, я не знаю, от манифестации до пенсионной реформы, в российском обществе. Это действительно такая достаточно большая база, ну, в том числе, наверное, как бы и вашего блога, и блогов, которые ведут православное духовенство на актуальные темы, и мусульмане, и католики. Сейчас уже, как мне кажется, все к этому процессу подключаются. И в связи с этим просто возникает очень большой дефицит в таком низовом диалоге разных общин и на российском уровне, и в регионах. Вот это сейчас, мне кажется, будет трендом, который как-то вот надо будет... То есть власти, чиновники... Вот я пока не вижу, что есть какая-то готовность к этому. А если вот этот процесс упустить, то это, в общем, приведет к нарастанию таких межрелигиозных и межнациональных конфликтов. Хорошо. И, наверное, последний вопрос. Мы уже, наверное, кажется, 45 минут в эфире. Я так, по крайней мере, смотрю. Больше 40 минут. Последний вопрос у вас посмотрел на страничке. Вы сделали ссылку на какой-то канал Black & White Press. Матриарх Кирилл допустил использование инструментов Big Data в церковной деятельности. Вопрос прочитал я, ну, фантастический вопрос, который касается государства как раз. То, что наш премьер-министр сказал, что это о нефти золото будущего большие даты, да, большие вот массивы, данные. И мы видим, что мы живем в этот век цифр. Да не век, а годы последние. Как все больше и больше цифра захватывает население. Как вы думаете, кто первый вот на широкую ногу начнет использовать это все? Потому что из ответа Патриарха там так двусмысленно все. Надо посмотреть на наследие там, на предания на наше, на сегодняшний день, на все остальное. Как вы думаете, кто окажется самым прогрессивным? Ну, ваш такой вот взгляд в будущее пророческий. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо понять, вот что имел в виду Патриарх, когда говорил по поводу Big Data. Вот об этом тоже можно как бы вот спорить. Что это такое? Это учет, я не знаю, там всего духовенства православного, такие церковные услуги, введение церковных услуг, где будет зарегистрировано там все духовенство, где можно будет там заказывать утварь для храмов и их комплектовать, и ставить свечки, заказывать требы. Или это просто вот такая внутрицерковная система там сбора данных о духовенстве. Что это такое? Которая интегрирована там частично с госуслугами, там с МОСРУ, с какой-то Big Data, которая вот, значит, касается государства. Или это встроенности там приходов отдельных, епархий в Big Data налоговой системы России. Это ведь тоже достаточно такая большая система. Но здесь я думаю, что вот основной посыл Патриарха, что церковь не против, что не стоит этого бояться, что, по крайней мере, со стороны Патриарха нет вот такого резкого осуждения вот этой большой системы, что это не печать Антихриста, поскольку все, что связано с цифрой, даже если люди до конца не понимают, что это такое, все это влечет в церковную среду, особенно в такой большой, многообразной, как русская православная церковь. Бурное обсуждение и вопрос о том, насколько в связи с этим церковь обмерщается, подчиняется неведомым ей цифровым законам. Как это меняет церковь? Вот эти вопросы, я думаю, что будут обсуждаться. И, кстати, они уже обсуждались на межсоборном присутствии русско-православной церкви. Вообще в церковной среде во время пандемии, когда обсуждались вот эти исповеди по зуму, богослужения, трансляция богослужения тоже в виртуальном пространстве и участвует человек в богослужении, если оно виртуально или нет. Но в смысле там виртуального, вот такой цифровизации, конечно, впереди планеты всей, именно протестантские церкви, поскольку для протестантов уже давно, уже, не знаю, десятилетия, нет вот такого противоречия, если пастор проповедует из телевизора, если идет трансляция. Для православных, да, это было как-то вот, это было в новинку, хотя сейчас уже тоже меньше, но для протестантов, то есть такого барьера вообще ведь не было. И очень много церквей, особенно мега-церквей, они имеют как бы две ипостаси. Церковь как бы реальная, церковь виртуальная, цифровая, когда есть масса людей, которые либо не хотят приходить в церковь, либо они далеко живут, либо вообще живут где-то в других странах и регионах, и они там смотрят трансляцию богослужения постоянно в контакте с сослужителями, пасторами, которые отвечают на их вопросы. По крайней мере, вот здесь я просто проводил такое исследование в церкви Благовесть на Рико Реннера в Москве, и тоже в интернете есть вот моя статья про цифровую церковь Благовесть, про такое виртуальное пространство, которое есть рядом как бы с реальной церковью. Спасибо, Роман Николаевич, спасибо огромное, очень интересно. Тема вообще, ну, непростая и не сложная с другой стороны, но очень интересная. Да, спасибо большое, приглашайте еще, я с удовольствием с вами пообщаюсь, тем более, что у вас очень такие прям вот глубокие вопросы, затрагивающие существо, вот наше не только религиозное, но вообще социально-политическое жизнь, именно поэтому это интересует очень многих людей. Спасибо вам большое, спасибо, Роман Николаевич. Все, до встречи. В нашем зрителе я расскажу, с вами был я, епископ Альберт Раткин, наш канал «Взгляд с небесный». Подписывайтесь, ставьте лайки, распространяйте, и, конечно, найдите все статьи, о которых говорил Роман Николаевич. Почитайте. Простым доступным языком, это сегодня большая редкость, я вам честно говорю, найти юриста, который не на птичьем языке говорит, или найти религоведа, или социолога, который понятным, доступным языком нам все объясняет. Спасибо еще раз.